я без маски потому что мы соблюдаем социальную дистанцию готов можно добрый день уважаемая пресса добрый день уважаемые граждане мы сейчас находимся как мы все знаем в кризисе пандемии у нас слава богу на сегодняшний день идет тенденция положительная уменьшается количество новых случаев заражения к вид 19 то о чем мы говорили о том что мы держим ситуацию под контролем одновременно с этим в этой эпидемии у нас обнажились большие проблемы в этой эпидемии мы узнали о том что не наша медицина находится в сложном состоянии как вы слышали госпожа министр с трибуны парламента на прошлой неделе озвучила реальную ситуацию которой пребывает сегодняшнее молдавское здравоохранение озвучила тот итог тот результат деятельности предыдущих министров предыдущих руководителей министерства здравоохранения труда и социальной защиты вчера как вы знаете некоторые депутаты в узких кругах называют их императрицей медикаментов предложили проект закона даже зарегистрировали которые якобы по их мнению запрещает приватизацию государственной акционерного общества где мажоритарным акционером 99 с лишним процента является государство компания сам франк прим занимается обеспечением медикаментами аптек больниц страны компания сам франк прим была создана для того чтобы обеспечить национальную безопасность в области фармацевтики в области здравоохранения по той части по которой она работает на си я считаю что лицемерно говорить о защите тогда когда ты убивал сознательно убивал эту компанию о чем пойдет речь у меня в руках находятся документы они собраны из публичного пространства они в общем доступе их может любой человек посмотреть другие документы были получены мною как депутатом через депутатский запрос о том как происходила попытка захвата государственного акционерного общества сан-фан-три которая вчера пыталась защитить госпожа руксанда глава и так начнем потихоньку как вы знаете госпожа руксанда глава была министром в 2016 2017 года именно в этот период начались попытки захвата этого предприятия в 2016 году 10.03.10 марта 2016 года был подписан план диоктиунь план действий в области медикаментов согласно этому плану действий один из пунктов а именно пункт 1 и 3 было и валуария статута лучший функциональность и с.а. самфан-прим то предприятие о котором мы говорим сауна рупсиунь де альтернатива и дальше речь идет о реорганизации о чем идет этот пункт этот пункт говорит о том что тогдашний министр начало с этого документа путь по захвату этого общества дальше акционерного общества следующий вот так вот сделаем что было понятнее следующий документ информационная нота здесь же есть и проекты решений тогдашнего правительства подготовленные тогдашним министерством во главе с госпожой руксандой глава о реорганизации государства акционерного общества санфан-прим я повторюсь 99 процентов это государственный капитал это они принадлежат государству вы публичное учреждение для чего это делается для того чтобы потом было намного легче и с ним сделать то что они хотят то есть различными схемами о которых я скажу позже его приобрести либо любым другим способом сделать так чтобы обладать этим акционерным обществом тем более я напомню в нем огромные площади там огромная инфраструктура большие помещения кстати хочу заметить что до 2016 года госпожа руксанта глава арендовала ее компании фармацевтические арендовали площади в этом акционерном обществе оплачивали аренду ну вот наверное знаете как говорится аппетит приходит во время еды так вот было принято решение о реорганизации его в публичное учреждение были направлены соответствующие запросы на визы в министерство юстиции министерство финансов экономики прокуратуру и так далее все авизы которые получила на тот момент министерство были негативные попытка провалилась но упорная госпожа глава не остановилась на это и продолжила дальше следующий шаг ее был это новая идея реорганизация акционерного общества sanfran prim в государственное предприятие то есть мы мы же понимаем логически и здесь государство акционер 99 процентов и здесь делаем государственное предприятие опять же с целью о том о чем я в дальнейшем вам расскажу опять же направляются соответствующие документы на авизацию во все государственные необходимые учреждения приходят такие же негативные ответы но госпожа глава и на этом не останавливается попытка номер два провалилась она идет дальше после этого она через решение обязывает эти документы потом могу дать сами не секретны обязывает sanfran prim чтобы дело в том что акционерами sanfran prim помимо государства являются и те сотрудники нынешние те кто до этого работал этого акционерного общества так вот она обязывает их насильно продать эти акции в количестве трех тысяч девятьсот девяносто девяти опять попытка захвата этого предприятия но и здесь ей государственное учреждение отвечает отказом более того уже комиссия по ценным бумагам очень жестком форме заявил о том что это уголовное дело что происходит дальше на этом госпожа глава не останавливается и продолжает придумывать различные механизмы схемы алгоритмы и так далее по разному это можно называть по захвату государственного предприятия по захвату этого акционерного общества точнее она придумала следующую схему о организации внимание тоже акционерного общества под названием mold farm о чем есть соответствующий документ чем есть соответствующая информационная нота подготовленная ею и подписанная ею о чем есть соответствующие а визы которые были также получены других контракты и так далее и тому подобное это предприятие аргументация какая была то что у нас будет программа пнут по закупке медикаментов и нам необходимо предприятие которое будет это осуществлять а логично есть санфом прим 99 процентов госкапитал зачем нам еще одно тем более акционерное общество а я напомню предыдущие две попытки у нее были реорганизовать это акционерное общество но она создает молодым мод фарм тоже акционерное общество создала для того чтобы при этом при всем говорит о том чтобы было реорганизовано есть документы санфом прим потому что появляется молд фарм но любому предприятию нужны площади нужны мощности где они будут работать создавать предприятие на бумажке это не эффективно что делает госпожа глава она предпринимает следующий шаг она обязывает обязывает санфом прим но слава богу эта попытка тоже не прошла потому что предприятие стояли безвозмездно безвозмездно на что есть соответствующие документы которых я вам сейчас также покажу безвозмездно передать пожалуйста контракте командат он также будет представлен мой вам если это нужно на бумажном носителе передать акционерному обществу молд фарма от акционерного общества санфом прим 3250 квадратных метров совершенно бесплатно и внимание на срок 49 лет то есть зачем это делается видимо потом были планы и на молд фарм так как она была создана госпожой глава следующий шаг который предприняла госпожа глава для того чтобы попытаться уничтожить это предприятие тогда когда не получилось уничтожить санфом прим но уже у нас есть созданная глава предприятия молд фарма заключается был заключен в то время 2017 году в прессе это активно обсуждалось и освещался программа стнут по закупке медикамент тогда были приобретена партия в 10 миллионов на сумму в 10 миллионов или партия медикаментов ее нужно было где-то хранить так вот чё вам сказать опять же госпожа руксанта глава через свое министерство через своих функционеров вот пожалуйста письмо здесь много подписано тогдашнюю вице-министром лилияной яшан направленная господину штефану ари директору санфа крим и по сей день директору санфа крим о том что была осуществлена закупка и пожалуйста в обязательном порядке примите на хранение эти медикаменты совершенно бесплатно возникает вопрос за счет каких средств будет жить предприятие и и мы понимаем что продолжается попытка захвата предприятия одновременно с этим по стандартной схеме обанкротить его и потом сказать о том что менеджмент предприятия не в состоянии работать менеджмент предприятия не справляется со своими обязанностями вот пожалуйста здесь несколько писем подписаны я их также передам все они есть тогда когда предприятие санфа крим попыталась попросить оплату за соответствующие услуги и ответили ему ответили угрозами и сказали уважаемый господин директор вы этого не получите кстати хотелось бы сразу отметить что в начале своего правления которая на мой взгляд характеризуется как катастрофа в медицине и развал медицины госпожа главан сразу же пригласила директора этого предприятия и заставила написать заявление благо он этого не сделал и не поддался на ее давление на ее угрозы потому как на сегодняшний день мы видим из той схемы которая разработала и которую пыталась реализовать главан этого предприятия бы не существовало оно бы было бы частным предприятием как и многие которые есть фарматостические компании госпожи главан но опять же на этом все не останавливается предпринимается еще одна попытка это сделать санфом прием являясь акционерным обществом проводит соответствующие собрания акционеров это нормально от министерства делегируется представитель представитель от министерства был господин андрей швец он и не ныне по моему там работает юристом в министерстве здравоохранения как вы знаете повестка о собрании акционеров предприятия формируется и публикуется минимум за 10 дней до даты начала собрания она не изменяется это закон это закон и он должен выполняться в процессе значит собрания тогда когда уже шел сам процесс обсуждались вопросы в зале присутствовали акционеры в зале присутствовали представители министерства господин швец подымает вопрос о том чтобы включить в повестку дня а я повторюсь это запрещено законом вопрос о быстром возврате кредитов которые есть у любого предприятия они есть у са санфом прим для быстрого погашения этих кредитов и для этого продать соответствующее имущество санфом прим то есть не получилось отобрать не получилось реорганизовать давайте мы его продадим для того чтобы вернуть кредит банк кредит находился в молдингом банке в это время я не хочу ничего говорить но по случайности я в это склонен верить в это время в руководстве банка находился господин чинчалей супруг госпожи руксанды глава хочу отметить что предприятие на этот момент не имела финансовых проблем она приносила прибыль живую прибыль не было никакой необходимости для продажи этих активов более того министерство должно авизировать продление этого кредита так так работает закон так работать нормативные нормативные акты госпожа глава будучи тогда министром отказалась это сделать потом пошла схема с включением в повестку дня вопроса о продаже имущества и так далее это тоже не получилось потому что акционеры отстояли предприятие акционеры отстояли необходимую организацию которая занимается обеспечением медикаментами всей страны вот так вот уважаемые коллеги уважаемые граждане так кто вчера пытался защитить в кавычках общественная сочетатель пиакциунь сам фан прим якобы от власти которая якобы хочет приватизировать хотя бы все знаете было принято решение на уровне правительства о том что это предприятие исключается из списка предприятий которые подлежат приватизации а туда это предприятие внесла госпожа главан также и вы видите как какой схеме я вам ее описал я могу вам передать все документы это не просто слова это документы официальные документы за подписью функционеров за подписью госпожи главан за подписью госпожи яшану тогдашнего вице-министра с участием господина швеция андрея по попытке захвата слава богу на сегодняшний день это является собственностью государства и на сегодняшний день есть понимание того что это предприятие необходимо развивать а до этого его убивали до этого его уничтожали мы будем и дальше продолжать раскрывать подобные беззакония потом подобные попытки удавшиеся либо не удавшиеся преступных схем вот таких вот защитников молдавского здравоохранения если есть вопросы я могу ответить отвечаю ответ очень простой для сбора этих документов понадобилось время часть это было из публичных источников повторюсь а часть из депутатских запросов собиралась информация она анализировалась потому что как вы знаете мы не выходим в прессе с пустыми словами либо с голословными обвинениями нам нужны доказать нам нужны соответствующие документы я вам уже ответил да в любом случае я объясню почему потому что и раньше вы помните я поднимал проблему других медикаментов я поднимал проблему госзакупок и тогда меня ничего не смущало и поверьте было очень тяжело и поверьте в том числе и от этой госпожи шли атаки негласные атаки и передавали что прекрати пожалуйста заниматься теми вещами которые нас не устраивают обязательно я передам все эти документы в генеральную прокуратуру я передам все эти документы для анализа в центр по борьбе с коррупцией я распишу что как было всю схему обозначу свою позицию обозначу законодательные нормы которые были нарушены и которые должны были соблюдаться госпожой главанка к министрам она должна была развивать это предприятие вкладывать в него деньги и я надеюсь мы будем получать ответ да и я сейчас возьму копии передам вам спасибо 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 Продолжение следует...